Дорога ветров. Иван Ефремов. Предисловие. В полупустыне Гоби. Природа Гобийской Монголии мало освещена даже в монгольской литературе. Тридцать три великих Гоби воспеваются в древних сказаниях, но скорее как символ необъятных просторов страны, чем как излюбленное место для жизни. «Лучше быть хангайским быком, чем гобийской девушкой», — говорила старая пословица, отражая исконное стремление скотоводов к более привольной жизни в травянистых степях Хангая, изобилующих речками, родниками и ключами. Теперь с коренными изменениями в жизни монгольского народа отношение к Гоби изменилось. Автомашины побеждают громадные пространства, число колодцев увеличивается с каждым годом, перекочевки упорядочены и заранее планируются. Однако и в современной монгольской литературе Гоби уделено недостаточно внимания. В прошлом Гобийская часть республики была областью преимущественно верблюдоводства. Верблюды обслуживали великие караванные пути из Центрального Китая в его западные провинции и в Россию. Эти пути пронизывали насквозь всю Монголию именно по южной Гобийской части страны и в совокупности носили название «Ветровой дороги» или «Дороги ветров». Другая великая караванная дорога, называвшаяся «Обходной», шла по внутренней Монголии и выходила в Синь-Дзянь через провинцию Ганьсю. Но по ней караваны ходили реже, чем по «Дороге ветров». Трудны были многочисленные крутые перевалы. Маршрут нашей экспедиции проходил в области «Дороги ветров» в Северной Гоби и при том в наименее населенных ее районах. Поэтому, пусть не поседует читательно малое знакомство автора с Монгольской Народной Республикой в целом, о ее народе и экономических успехах уже написано немало хороших книг, Для меня, работавшего в пустынной Гоби, создание книги о всей Монголии было бы самонадеянной и безуспешной попыткой. Сначала мне хотелось написать книгу о советской научной экспедиции, рассказать о самоотверженном труде коллектива и ее участников. Однако обилие наблюдений в никем еще не описанных местах своеобразной и необычной географической области мира заставило меня отклониться от прежнего плана. Большое количество заметок о гобийской природе было бы недопустимо оставить в Туне. После завершения экспедиции трудности работы в пустыне и различные походные приключения показались мне маловажными, обычными. Нисколько не меньшие тяготы испытывают десятки тысяч работников наших геологических партий, строители гидростанций, механизаторы, осваивающие целинные земли, и все те, кому приходится бороться с природой в открытую, без защиты прочного быта города или села. Пусть простят мне мои товарищи, что мне не удалось в этой книге отдать должное их дружной, смелой и терпеливой работе. Описание гобийской природы, задач экспедиции, раскрытие научных достижений заняли в ней почти все место. Настоящую книгу следует рассматривать как заметки путешественника, знакомящие читателя с интересной областью Центральной Азии, а также с некоторыми достижениями советской палеонтологической науки. Ни одного слова выдумки, ни на соответствующего действительности при украшивании или художественного преувеличения в книге нет. Все написанное подлинная правда. Если после прочтения настоящей книги у читателя при словах «Хонгор», «Немегету», «Саганбогдо» возникнут перед глазами картины, рисующие черные пустыни за алтайской гоби, «Если читатель услышит шелест Дериса на большой караванной тропе, и если перед ним оживут торчащие из обрыва в белые кости вымерших животных, тогда цель моей книги можно считать достигнутой». Автор Апрель 1955 года Продолжение следует...